Привет! Решили показать вам такое небольшое видео, в котором расскажем то, о чем сейчас мы занимаемся. Получилась такая довольно-таки интересная история. Сейчас вот вы можете видеть у нас это фермочки на видеокартах GPU. Здесь сейчас в данном случае таких 9 ферм общим количеством в каждой по 8 карт. Здесь вот можно обратить внимание здесь поближе, то есть материнка на 8 карт. Да, сами карточки, каркас, ну и блок питания. Ну вот так вот выглядит это такая вот наша компактная ферма, которая после будет погружаться в жидкость. Ну, наверное, стоит сказать о том, что это вообще риг, и у нас в одну ящерку помещается таких 3 штуки. Да, все верно. Таких в ящейке 3 штуки, в стойке таких 12, того 96 видеокарт в стойке на GPU. По предыстории, такой короткий рассказ, эти карты не наши, да, то есть это карты нашего заказчика, который буквально 2 месяца назад у нас приобрел для теста одну ячейку на видеокартах, то есть 24 видеокарточки он туда погрузил, 2 месяца у него все это дело работало, да, майнило. Сейчас он решил перевести свои видеокарты, которые у него сейчас имеются, опять же, на иммерсионное охлаждение, и все это дело упаковать в нашу стойку. То есть одна ячейка у него была до этого, да, он ее купил ранее, сейчас он докупает 3 ячейки и, соответственно, саму стойку. Вот это все дело он к нам доставил, ну, заранее такая у нас была договоренность, что мы ему в этом помогаем. Вот это все мы дело почистили, все видеокарты после воздуха, от пыли, от всего, от мусора, да, кулера сняли, все это аккуратно упаковали, уже собрали, то есть оно готово к погружению, готово к комплектации в сами ячейки. По видеокартам, здесь видеокарты у нас представлены, там, RX 470, вот они чуть дальше, здесь в основном GeForce 1060. Ну, видеокарты такие, не самые мощные, но тем не менее. Вот. Ну и вот здесь, вот ближе, если здесь снять, да, здесь вот RIG на RX 570, то у него тоже была партия, тут такая, ну, часть, часть, скажем так, но их меньше всего. В общем, все это дело будет погружаться, будет погружаться в стойку, ну, и плюс в планах у него, ну, скорее всего, это полезная утилизация тепла. То есть мы это делаем с прогнозом, то есть на полезную утилизацию. И еще небольшой такой момент, это по самим видеокартам, да, по пониманию вообще иммерсионного охлаждения, с чем мы столкнулись, что мы видели, ну, и такой небольшой такой наш опыт. Это вот по самим видеокартам, это здесь 1060 от MCI, сам радиатор алюминиевый, да, строение вот этого орибрения, то есть оно идет как бы такое горизонтальное, да, если вот так вот размещать видеокарту, вот здесь вот здесь и покрупнее снять, то есть жидкостью оно все заполняется, да, мы задействуем конвективный теплообмен, и то есть с этим радиатором, ну, немножко сложнее все это происходит, потому что жидкости тяжелее выходить, да, ну, то есть это особенность вот производителя. Почему-то на всех 1060, кроме вот серии, как я называю, обрубки эти коротенькие, вот они вот здесь есть у него, здесь была часть, мы их сюда упаковали, то есть у них такое строение именно радиатора. Что вот касается, вот, допустим, Sapphire, да, это RX 470, здесь у нас две тепловые трубки и сам радиатор набран с пластин, которые, ну, расположены так, что прорези получаются в вертикальном расположении, да, и то есть в плане конвективного теплообмена, именно жидкостного охлаждения, все очень довольно-таки хорошо происходит, жидкость поднимается вверх, забирает тепло и уходит дальше в теплообменник. Ну, вот как-то все, то есть это наше такое коротенькое видео, в котором мы вот поделили, что у нас есть, задавайте вопросы, постараемся на них ответить, то есть, ну, призываю, скажем так, к активности. Всем, всем пока. Всем пока.